Качковатое поле на стадионе в Лиле не дало россиянам играть в комбинационный футбол в матче чемпионата Европы против Словакии, заявил полузащитник россиян Денис Глушаков. Этим же спортсменам не мешают ни качковатое поле, ни нежный возраст, ни травмы, после которых профессиональные футболисты корчись катаются по газону. Да и болельщики куда приличнее фанатов. Хоть и не менее темпераментные и громогласные. Ни чемпионат мира, ни евро и даже не первенство России, всего лишь городская спартакиада детских оздоровительных лагерей. Но сколько спортивной страсти и желания победить. Четко выверенная комбинационная игра одних и мощные безудержные атаки других. Хитрые тактические ходы и грамотная распасовка. Железные галкиперы и скоростные нападающие. Дети играют так, как должны бы играть профессионалы. Не за страх, а за совесть. Команд участвует семь. Я бы сказала, что спартакиады у нас проходят по-взрослому. Потому что такой у нас спортивный настрой, боевой накал. Я, конечно, не спортивный комментатор, но могу сказать, что прям ребята настроены на победу. Каждая команда при том. Очень болеют друг за друга, получают травмы. То есть не без этого. Но все равно, как говорится, без слез. Все серьезно. И мы посмотрим, чем дело закончится. Предпоследний тур финальных соревнований спартакиады, мини-футбольное первенство еще не расставил точки над «и». Конкуренция сборных городских оздоровительных лагерей лишь обострилась. Хорошая команда 22-й школы. И вот сейчас играла 25-я школа. Выделяется. И вот 25-й, считай, годом видно помладше. И у них хорошо прям получается. Наша команда очень хорошо играет, потому что у нас хороший тренер. У нас тактика, она хорошая очень. И удары сильные. И удается забивать много голов. В игре со сборной 221-й школы команда 225-й много голов не забила. Впрочем, как и соперники, матч завершился в ничью 0-0. К следующим встречам игроки сделали нужные выводы. У нас моментов было мало, а у них много. Но у нас вратарь хороший и ловит. И мы еще, когда у нас были моменты, мы не смогли забить, потому что они выше, опытнее. Длиннее у них ноги и прыгают они выше, когда надо головой бить. В предпоследнем туре мини-футбольного первенства спартакиады пока лидируют сборные лагерей при 216-й и 222-й школах. Но все решится в финале, 20 июня, в день, когда определится и судьба национальной сборной на Евро-2016. В общем же зачете городской спартакиады вперед вырвалась 222-я школа. Ее команды обошли конкурентов практически во всех видах состязаний. Но общие результаты станут известны лишь после финала по мини-футболу. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».